Всем привет! Я такая, знаете, в образе человек лета, человек весна. Я хочу рассказать, давайте, в видео сегодня о красоте, о волосах, о уходе, что у меня изменилось. И хочу вам посоветовать классные две маски для волос, просто супер восстанавливающие. Кто такое же ищет? И сразу в начале видео давайте я вам, девочки, скажу печальную новость, а может для кого-то позитивную. Я очень сильно сейчас нахожусь в поиске хорошего парикмахера, который обучается, который знает, не знаю, технологии новые, какие-то варианты окрашивания и так далее. В общем, человек, который развивается, не стоит на месте, классно работает. Вообще за любую стоимость я хочу найти хорошего своего парикмахера. Здесь есть у меня на примете три в Стамбуле наших классных парикмахера, которые суперские отзывы, лучшие в городе. Но, блин, девочки, это нереально, мне очень далеко до них ехать. Я имею в виду, что у меня как бы, понимаешь, что ребенок в садике, но его надо встретить. Еду какую-то им с мужем там приготовить. У меня полная, по сути, работа идет. Но я могу какой-то день освободить, не делать запись, консультации не вести, освободить для парикмахера. Но у нас такие пробки адские в Стамбуле, что мне ехать до центра города утром в пробках. Вот если, допустим, запись у меня в 10 утра будет к парикмахеру, как открывается салон, то мне ехать в районе двух и более часов. То это мне во сколько надо встать? А мне еще надо ребенка в садик отпроводить, отправить на автобус и тому, тому подобное. В общем, ехать куда-то в Нишанташе, где все классные парикмахеры, я не могу себе просто физически позволить. Я могу это сделать только в выходной день, типа в субботу. Если некоторые салоны в субботу вообще работают, а в воскресенье у всех вообще выходной. И у нас сейчас закрыты эти выходные. То есть вообще не предвидится, что в субботу нельзя передвигаться по городу, куда-то ездить. В общем, для меня это огромная проблема. И в субботу у меня ребенок со мной, представляете? То есть, короче, это такой замкнутый круг. Если вы знаете номер какого-то классного парикмахера, напишите в комментариях. Я буду крайне признательна. Или ссылку на Инстаграм киньте. Потому что Инстаграм... Ссылки не пропускают Ютуб, но я одобрю. Там в спам буду специально заходить, проверять под этим видео сообщения. Они потом со временем всплывут, когда я их одобрю. В общем, мне нужен мастер в районе, желательно, идеально. Бахчи-Шахир, Эсен-Юрт, Авджилар. Там, я не знаю, где-нибудь даже возле Источ будет неплохо, в принципе. Или Белик-Тюзу. Все в этом районе. Там часы езды по пробкам, это окей. Но не, блин, 2,5-3 часа ехать для волос. Потом еще вернуться надо. Ну, короче, это целая дилемма. Или есть мастер, который на дом выезжает. Я вообще просто признательна буду. Я с удовольствием заплачу за вызов. Но если мне никуда ехать не придется, и подстроюсь по времени под такого мастера. В общем, помогите, чем можете. Я буду очень признательна. Сейчас об уходе. Что я в волосах в своем уходе поменяла? Вообще всегда какие из масс-маркета шампуни я использую? Вот эту фирму OGX. Она везде продается. В продуктовых магазинах, косметических и так далее. У меня этот каканат, Милк. Но вообще не важно, какие они. Для меня, в принципе, все одинаковые. Главное, чтобы не синий такой банкис, прям как тоже есть кокосовый. Он прям чересчур, чересчур жирный. Для жирнящихся волос на лето я бы не советовала. От него прям эффект такой жирный остается. Но всегда, если масс-маркет шампуни, то вот эти. Мне и бальзам подходит, и сам шампунь. Все, почему я от этого другого масс-маркета ушла? Волосы в ужасном состоянии. Когда начала, мне советовали ЛСФ, подписчицы. Я покупала, и к концу даже бутылки у меня просто в волосам пришла хана. Они у меня не расчесывались, путались. Ощущение какой-то скрипа на волосах. В общем, короче, не моя вообще история. По поводу синего шампуня ЛСФ, я тоже от него ушла. Больше не покупала. Он хороший, кому подойдет. И в итоге я поняла, что мне он по цвету, да, подходит, желтизну убирать. Но по структуре свои волосы хуже выглядят. Вот это ощущение не то. Ощущение, вообще, знаете, такой волос какие-то как тонкие от них. Мне надо, чтобы... У меня так по себе волосы тонкие. Мне надо, чтобы маска, либо шампунь, либо бальзам после использования давали ощущение тяжести. Немножко на волосах чистоты и насыщенности такой, да, чтобы питательность какая-то была в этом процессе ухода. По поводу синего шампуня. Я заказала на N11. Можно заказать на Хепси Борода. Вот этих сайтах везде онлайн есть. У нас Кёйн фирма. Это иностранная профессиональная косметика для волос. Это пока что синий шампунь. Мне нравится, прекрасно. Обожаю их запахи, ароматы, уходовые косметики для волос. Салонные, короче, уход. Это из салона косметика. Я планирую купить также шампунь обычный и бальзам-ополаскиватель вместо вот этих масс-маркет. Но хочу в объеме прям литр большой сразу с помпой салонной купить себе, чтобы был. Вот. И, наверное, куплю для поддержания цвета, который розовенький. В смысле, он не цвет не дает. Именно для окрашенных и поврежденных волос. Бальзам и шампунь хочу приобрести. По поводу, когда меня спрашивают, какой краской ты пользуешься, какая краска меньше всего портит волосы и так далее. Мне вообще мало красок подходит. Мне не подходит Матрикс уже. Раньше я им красилась. Нет, он мне слишком забивает поры волос. Не очень хорошо потом другие краски ложатся. В общем, вот эта фирма Кёйн, почему я ее шампунь купила? Потому что она, кстати, она появилась в Турции не так давно, где-то полгода. Продается на Хепси Борода. Краски у них и окислители, и все то же самое, оксиданты, продается на сайте онлайн. Можете купить, если вы дома волосы красите. Я крашу всегда у парикмахера. Обычно это краска Кёйн. В России, по крайней мере, она у меня была. Здесь она в Турции появилась не так давно. Но если брать Россию, я беру, всегда крашусь без аммиачной, упаковка бело-серебряная. Если мы берем Турцию, в Турции сейчас именно такой нет. Она аммиачная здесь только. Бело-черные тюбики. И еще есть бело-зеленые тюбики. Она типа вообще без аммиачная, но немножко другая спа типа в момент. Она не так сильно въедается в волосы. Это кому аллергия, кожаные проблемы на волосах. Вот это вся, да, скальп головы страдает. Псориазы и все прочее. И для беременных она тоже идет. Вот это вот для такой категории типа экстрааллергенных людей. Вот такая есть краска Кёйн. Она, кстати, недорогая. Она стоит где-то 60-65 лир. Тюбик этой краски в интернете. Просто, насколько я помню, оксидант литровый там тоже продается. Он, наверное, так же стоит, как и бутылек краски. Краска ложится очень просто красиво, дорого, богато, как говорится. В России, когда я красила волосы, жила тоже вот этим Кёйн маркой. Всегда мне и уход. Вот, в общем, вот это краски и уход этой фирмы мне больше всего для тонких волос, кому нужно, я вам советую. Теперь по поводу масок. Купила вот такую маску этой же фирмы. Кёйн, видите, это старая упаковка. Раньше, вот сейчас они белые, как я шампунь показала, и маски тоже у них есть. Спреи всякие для расчесывания, всё прочее. Это старая упаковка, но она до сих пор производится, продаётся, её никуда не снимают. То есть, это не старая какая-то маска. Это маска Nutrition Intensive Hair Repair. Максимальное восстановление, натуральное после повреждения, окрашивания и так далее. Мне спалили волосы, как вы видите, ещё и парикмахера-то ещё, да? Вот эта маска, которую я сейчас спасаюсь. Я после мытья наношу на волосы, её оставляю под шапочкой для душа минут на 20-30, потом смываю. Бальзам, естественно, уже не использую. Вот такого она жёлтого цвета. Стандартный аромат их, обожаю, ходовой косметики Кёйн. Знаете, такой кремовый, приятный, салонная, обычная косметика, как вы в салоне волосы, когда красите, вам там маски наносят, шампунями что-то моют. Вот то же самое. Ну, обычная салонная, её в салонах и используют. Объём здесь 200 мл. Именно эту маску, именно восстановление я заказывала на Н11 сайте, на Хепси Борода её не было. Пришла буквально за пару дней. Это моё спасение. Вот эту маску я вам хочу. Посоветовать. Она уже старая в плане... Ой, это буквально там уже лет 5 этой модели маски, так можно, да, назвать. На неё отзывы есть на iRecommend. Если хотите, почитайте. Я тоже находила перед покупкой. Я выбирала между там двумя. В общем, восстановление повреждённых, окрашенных волос, тоненьких, которые путаются, плохо рассчитываются, спутываются в комок, как пакли и так далее. Повреждённых. Вот эта маска, она реально работает. Но, честно скажу, у других фирм очень много всяких масок крутых, которые, ну, профессиональные, да, с салонного ухода. Лореаль у них тоже восстанавливающаяся есть. Можно и другие фирмы использовать, пожалуйста. Они все одинаковые цены там, в принципе, да. Тоже в интернете вот эти все марки салонные можно заказать в Турции, кто живёт. Но вот Кёрин моя самая любимая. Вот почему я её делюсь с вами. Вот такая маска. Здесь видно будет. Посмотрите название. Это продаётся на Культ Бьюти. Это такой полный размер. Здесь 118 мл этой маски. Вообще она для shine, like bright diamond, да, для перелива волос, для мягкости, шелковистости. Не питает, не восстанавливает. Но она такая же густая и профессиональная салонная маска, как до этого Кёнь я показывала. Это Innocence Hydration Hair Mask. Ну, как бы Hydration, но честно, не особо она там что-то питает. У меня от неё очень мягкие, вот я, кстати, сегодня пользовалась, от неё мягкие волосы. Знаете, как в рекламе, когда показывают волосинки такие, одна за одной отделяются красиво, как шёлк, блестят, переливаются на солнце. Вот это она делает этот эффект. Честно скажу, что маска дорогая, расходуется её, кстати, немало. Буквально я здесь пользовалась три раза, уже вот столько у меня где-то почти больше, чем одна треть я использовала. Ну, чуть-чуть половина где-то так, но чуть-чуть больше половинки у меня ещё есть. Расходуется очень густая, расходуется тоже её много. Я бы не сказала, что она супер-пупер там балдёжная. Лучше, конечно, профессионального типа питания Кёнь купить. Но, если вам нужно вот это ощущение шелковистости на волосах, как в рекламе, чтобы переливались, мягенькие, такие прям, ну, знаете, ты их трогаешь, волосы невесомые, но при этом структурированные такие, да, не торчат там как-то что-то. В общем, круто, но дорого, я бы так сказала. Второй раз приобретать не буду, но на один раз попробуйте. Вообще, вот присмотритесь к этой марке на Культбьюти, кто любит волосы, либо дорогой уход для волос, покупает какие-то. У них классный спрей для расчесывания. У меня ещё есть спрей для солевой спрей на лето для кудрей, которые, но я им не пользуюсь, таким мне не подходит. Мне муж этим пользуется, ему очень нравится. У меня такие, типа, волны там всякое такое, да, делать на волосах. Точнее, он его даже вместо геля для волос использует, у него волнистые у мужа. Мне это просто не надо. Но у них очень клёвое качество продукции, присмотритесь. Если кто-то что-то новое для себя ищет, марка хорошая, достойная. Всегда я пользуюсь спреями для расчесывания после мытья, потому что волосы вот сейчас повреждённые, путаются. Вот уже несколько лет, года три у меня всегда вот это средство. Это Mark Anthony Grow Long. Это продаётся в Атсонсах, в некоторых магазинах тоже есть. В Гратисе тоже вроде есть у них шампуни. Но вот именно спрей для расчесывания вот этот, как бы это ополаскивает бальзам для волос, который не надо смывать. Ну, для расчесывания, на самом деле, он, да. Заменяет масло для кончиков волос. Он такой маслянистый немножко. И благодаря спрею он нежирно ложится на волосы. Волос опять напшикал на влажный волос. Минут пять подожди, потом можно расчесывать, чтобы он немножко впиталось, да, в волосы. Так как не везде в Атсонсе я обычно покупала, и он в Атсонсах отсутствует очень часто, его нет на прилавке. Я заказывала последний раз в Атсонс онлайн. Мне очень понравилась их доставка. Классно всё упаковано, даже лучше, чем сифора. Так что много я сейчас, я буду, наверное, всякие шампуни и всё прочее на Атсонсе онлайн буду заказывать. Не ходить в магазин, всё проще, чтобы тебя домой привезли. И, правда, у них доставка платная, неважно какая сумма, 10 лир за доставку они берут. Вот на мне тени, например, сегодня в стиле 90-х макияж, синенький такой, да, я делала палеткой Makeup Revolution. Я купила её на Атсонс, такая цветная, я вам потом видео как-нибудь покажу. И вот такой спрей ещё я пробовала. Это, кстати, Хаск, он продаётся в Ривгоше в России, вот эта фирма, она неплохая. У них маски разовые такие, в Саше неплохие. Но вот этот именно 5 в 1 суперсредство, у меня вот здесь всего лишь использовано, чуть-чуть совсем. Видно, нет, вот тут. Потому что он нифига не расчесывает, совершенно разные. Цена фактически там одинаковая у них. Земля и небо по результатам. Это работает, это фигня полная. Непонятно вообще, зачем это надо. Спрей, короче, у него тут понаписано столько всего. 5 в 1, расчесывание там, уход за волосами, биотин, питание. А, нет, господи, комплекс 3-левел, технический комплекс, короче. Столько всего понаписали. По факту ничего особенного. Я не знаю, как это буду использовать. Это не является термозащитой, это не является там SPF от солнцезащиты какой-нибудь. В общем, ни о чём. Вот такие у меня сейчас средства в уходе за волосами. Пишите в комментариях. Может, вы что-то новое, интересное для себя находили. Обязательно напомню, я жду от вас рекомендацию по поводу парикмахера, который, может быть, работает с выездом на дом с удовольствием вообще. Или в районе там Бахчишихира. Всё, что там Белик-Тузу или Авджелар в ту стороне. Я ещё могу тогда ехать. Но да, но, к сожалению, не в центре города. Если центр не шантыш и бесчекташ, то там я и сама знаю хороших парикмахеров, до которых надо каким-то чудом добраться ещё. Я всегда под видео оставляю почту. Если есть приложения, вопросы, истории для видео, записи на психологические консультации, открывайте инфобокс. Там моя почта всегда. Это главное вообще моя связь с вами. Спасибо за внимание. Жду комментарии. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, потому что эти видео мало вообще о красоте кто-то смотрит. Я их снимаю чисто для вас, для моих этих, знаете, преданных людей, которые тоже бьюти-голики и ждут таких видео. Девчонки, чисто для вас, чтобы вам было что открыть, посмотреть. Какое-то мнение, может, независимое о косметике, да, послушать. Не блогерски купленное, да, присланное на обзор и так далее. Искренне, честно, вот советую, что то, чем сама пользуюсь. Скоро увидимся. Всем пока.